Всем привет, вы на канале Суперкит. В конце прошлого видео сам себе задал вопрос и ответил на него свое же мнение о том, имеет ли право на существование компьютер на сокете 1155 в 2022 году. Я действительно думаю, что имеет и главную мысль по этому поводу сразу же изложил. Ведь действительно, процессор i7-3770S это нормальный вариант. И это при том, что он далеко не самый топовый на этой платформе. Наверное, если у вас нет ограничений по бюджету и нет никаких остатков по комплектующим, которые бы помогли собрать условно новый комп на 1155, например памяти DDR3 как минимум, то очевидно, что лучше взять современное. Современное объективно будет лучше, я обратного и не утверждал. Но это только кажется, что компьютер на новом сокете почти не отличается по цене. На деле отличается. И когда вы берете старый сокет, то покупая подешевле, вы уже как бы миритесь с тем, что у вас чего-то не будет. Но и цена за это будет относительно низкая. Особенно, если это БУ. Когда речь идет про что-то современное, то хочется все предусмотреть. И поэтому получается заметно дороже. Ведь в чем прикол купить новое оборудование, учитывая, что такие покупки бывают раз в несколько лет, и при этом проигнорировать возможность подключения новых устройств. Но это все не намек на покупку того, что сегодня на обзоре. Что вы купите, это ваше личное дело. В данном случае это мой личный интерес. Я не занимаюсь рекламой, хотя бы потому, что мне никто не предлагает ничего рекламировать. Также не занимаюсь переубеждением. У меня на канале просто обзоры на те вещи, которые могут оказаться кому-то нужны. Либо просто интересно посмотреть, что сегодня вообще существует. И вот когда увидел, что на этой плате для 1155 есть слот для SSD M.2 NVMe, то не смог пройти мимо. Так как и самому интересно, как это все работает. После модификации биоса в своем компе на сокете 1155, я тоже могу вставить SSD M.2 NVMe, и он также будет работать в качестве загрузочного. Вот только могу это сделать через адаптер в какой-нибудь из слотов PCI Express. На купленной же материнке, кроме одного слота PCI Express X16 и одного слота PCI Express X1 для разных устройств, есть и слот для M.2 SSD. Это может быть важным пунктом для тех, кто пользуется дискретным видео. И также, чтобы не покупать программатор, не вникать в процесс модификации и прошивки, не рисковать, можно просто купить такую плату, сохранить все остальные комплектующие, получить такой слот и сэкономить на адаптере для M.2 NVMe и получить его поддержку без сторонних действий. У продавца было заявлено, что плата на чипсете B75. Это также, как и на моей упомянутой только что, системной плате ASRock B75M. Этот чипсет поддерживает USB 3.0 порты и ревизию 3.0 слота PCI Express, но только при поддержке такой ревизии и у процессора, а также здесь есть SATA 3. Данный чипсет имеет 8 собственных линий PCI Express. Минус этой платы среди ее конкурентов – лишь 2 слота под АЗУ. Также именно у этой модели неплохие радиаторы на цепи питания процессора и чуть больше, чем пластинка на самом чипсете. Формфактор Micro ATX. У меня после замены на i7-3770S освободился опроц i5-3475S. Процессор третьего поколения, с которым я и предлагаю включить данную плату на тесты. Как можно заметить, системная плата пришла без батарейки, поэтому ее придется докупить отдельно. Также сюда пойдет и моя память DDR3 Tonbush, две планки по 8 гигабайт. Собственно говоря, другой памяти DDR3 у меня и нет. Ну и конечно же, главный гвоздь программы – это твердотельный накопитель M.2 NVMe. Отдельный обзор его возможностей можно посмотреть в отдельном видео. Термопаста будет из комплекта башенного охлаждения процессора ID Cooling. На постоянном условии, я бы ее не хотел использовать, вот так и будет идти в расход для всяких экспериментов. Охлаждение под сокет 775 просто поставлю сверху, этого будет достаточно. А вот и первое. Процессор определился, все включилось нормально. Сам BIOS, мягко сказать, непривычный. Хотя, в принципе, как непривычный. Еще не так давно у меня был комп на сокете 1155 второго поколения, там было так же. Температура процессора плюс 32 градуса, много разных подменю, и включение ядер процца, и настройка слотов PCI-Express, и управление периферией. Но в меню, в котором должна быть информация об SSD M.2, ничего нет. И непонятно почему, но указано, что чипсет Q75, а не B75. Пусть даже фактически они и не отличаются. Тем не менее, в той части меню, где выбирается загрузочный диск, M.2 NVMe отображается, и его можно выбрать в качестве системного. Мой SSD с Windows 10 из основного компа, и ему нужно ознакомиться с новым оборудованием, а также подтянуть на него драйверы. Поэтому требуется время. После доустановки драйверов операционной системой, а я сам ничего не устанавливал, все устройства готовы выполнять свою основную роль. Что и можно увидеть на примере сетевой карты. В разделе датчиков можно заметить, что китайцы решили сэкономить на датчике температуры процессора на системной плате. И дело точно не в версии Аиды, потому что даже ее обновление ничего не меняет. Самое интересное, что эта температура еще и меняется. Обычно, когда датчика нет, то программно зашивают левую температуру. Базовая проверка работы памяти и процессора в Аиде дает следующие результаты. Они совпадают с теми, которые были зафиксированы в тестах с другой платой, но с этой же памятью и этим процессором. Все это свидетельствует о том, что плата не имеет отрицательного влияния на производительность. Но что же по работе M.2, ведь по крайней мере для меня это и был главный интерес в этой плате. Иначе я бы вряд ли ее просто так купил. И первая же программа CrystalDiskInfo показывает, что диск имели ревизию PCI-Express 3.0, работает лишь в 2.0. Об этом свидетельствует и тест в программе CrystalDiskMark. Ну и уже понятно, что и программа для мониторинга за состоянием SSD от фирмы Samsung также подтверждает, что ревизия 2.0. Сразу отмечу, что процессор точно поддерживает ревизию 3.0, так как это i5 и он третьего поколения Ivy Bridge. Такие характеристики свойственны всем процессорам третьего поколения, кроме Целерона и Пентиума. Однако в данном случае нужно понимать, что все эти линии от процессора идут на слот PCI-Express X16. Тот главный, который обычно предусматривает установку в него видеокарты. Понятное дело, что туда можно любое устройство PCI-Express установить, но все же расчет был именно под установку видеокарты. Откуда же тогда берутся другие слоты PCI-Express? Они работают за счет чипсета и упомянутый B75, который здесь должен стоять, и даже Q75, который почему-то написан был в биосе, они оба несут в себе 8 линий PCI-Express, причем ревизии 2.0. Что же это за устройства, которые подключаются к этим линиям? Некоторые из этих устройств распаяны на материнке, это звук и сеть, а также остальные слоты PCI-Express, которые рассчитаны на подключение дополнительных устройств. На этой материнке нам дают возможность подключить два устройства общим ресурсом в 5 линий PCI-Express. Четыре из них идут для M.2 и еще одна это слот PCI-Express X1, который пока ничем не занят. Тем временем, после перезагрузки можно увидеть, что SSD M.2 NVMe таки появился в соответствующем разделе об устройствах NVMe. Не знаю, что на это повлияло, но вот теперь плата видит его полностью, как и должно быть. И несмотря на то, что я сейчас устанавливаю M.2 в адаптере на PCI-Express X1, что порежет скорость отвердотельного накопителя, главное для меня не тест, результат которого уже миллион раз сделан, а возможность удостовериться, что эта конструкция способна дать для SSD необходимую ревизию. И в слоте PCI-Express X16, который и завязан на процессор, можно видеть, что ревизия 3.0 таки присутствует. Я может кого-то удивлю, но это важно, так как не любая плата будет давать ревизию 3.0, даже если процессор таковую поддерживает. Плата тоже должна это поддерживать. Получается, что в этой материнке M.2 NVMe в соответствующем для него распаянном слоте будет работать медленнее, чем может. Как ни крути, а это важно. И как показывает практика, и здравый смысл, если SSD поддерживает ревизию 3.0, то он в этой плате в распаянном для него слоте будет работать в два раза медленнее. А если SSD способен работать в четвертом поколении PCI-Express, то в этой материнке он будет работать в четыре раза медленнее, чем мог бы. Процессор i5, который был установлен, изначально поддерживает до 16 линий PCI-Express. И все 16 идут в слот PCI-Express X16. Но что будет, если вставить не i5, а Xeon из одного из последних видео, а именно E3-1220L V2. Смысл этой затеи заключается в том, что он дает не 16 линий PCI-Express, а 20. И вроде как получается дополнительные четыре линии на ревизии 3.0. Именно так реализован процесс на материнке из моего нового компа. Там процессор завязан на один из слотов PCI-Express X16 и на один из слотов для M.2 NVMe. И вот этот самый слот будет работать только с процессором 11-го поколения, который имеет 20 линий PCI-Express. Если же установить туда процессор 10-го поколения, то этот слот M.2 просто не будет работать с NVMe SSD. Однако здесь оказалось не так. И SSD даже с процессором с 20 линиями PCI-Express не начинает работать быстрее. И ревизия определяется неизменно от варианта с процессором i5. Получается, что в отличие от материнок с более новым поколением, в которых предусмотрены отдельные дополнительные слоты для полной реализации возможностей процессора, в старых платах процессор Xeon не дает преимущества по количеству линий PCI-Express. Формально он мог бы, но платы для домашних сборок ПК этого не предусматривали, и никто не делал никаких дополнительных слотов PCI-Express, которые были бы завязаны непосредственно на процессор. Может я ошибаюсь, и какие-то уникальные модели системных плат существовали, но уж точно это было не большинство. Вот такая мысль посетила меня при работе с этим видео. Так что, как видите, даже тому, кто делает видео, всегда есть чему учиться, и во время подготовки к видео я также делаю для себя открытие. В завершении хочу попробовать еще одну интересующую меня деталь. Совместимость слота для M.2 с SSD M.2 SATA, а не NVMe. Как и всегда в таком случае, буду использовать свой M.SATA SSD через адаптер на M.2 SATA. И хоть я и надеялся на то, что диск заработает в таком случае, ведь на современной системной плате можно вставлять SSD M.2 любого интерфейса подключения, здесь этого не произошло. Нет никакого намека на подключенный SSD. То есть SSD не заработал. Однако, эта информация указана на странице товара у продавца. Так что претензий по неполноте информации быть не может. Интересный способ расширить возможности системной платы для уже достаточно старой платформы в виде распаянного слота для M.2 NVMe SSD. По сути, вместо какого-нибудь еще одного слота PCI Express X4 китайцы установили слот под M.2. Согласитесь, это прикольно. Я уже не говорю про то, что пока брендовые производители системных плат шифруются и не хотят размещать даже версию биоса на официальном сайте, который бы содержал драйвер NVMe, китайцы продают платы, которые изначально работают со взглядом на нынешние реалии. То, что такой слот все же ограничен по скорости ревизии 2.0, вины производителя оплаты в этом не вижу. Это вина устаревшего чипсета и его возможностей. Другой вопрос, что можно было бы сделать слот M.2, который бы брал поддержку линии PCI Express от процессора, но тогда с таким слотом для M.2 смог бы работать только Xeon. Ну или и другие процессоры, но с потерей производительности слота для видеокарты. Покупать такое решение или нет, свое мнение я сказал еще в начале видео, ну а ваше мнение вам придется сформировать самим. Но то, что этот вариант интересный и имеет право на жизнь, это факт. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok